Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Кокще, студии Жамал Габдулина, сурдоперевод Людмилы Изотовой. И сегодня в нашем выпуске. В областном Акимате состоялось очередное аппаратное совещание. В повестке дня ряд важных вопросов по образованию. Подробнее об этом расскажу вам я, Саня Ядрисова. В Бурабайском районе на территории моралобольческого хозяйства состоялось открытие первого аула. Об этом буквально через несколько минут расскажу вам я, Юрия Бердиенко. В Акмолинской области проводятся мероприятия по предупреждению пожаров. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Десикеева. И мы начинаем с официальных событий. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Планируется проведение двусторонней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Следует отметить, что это одна из первых встреч российского лидера после президентских выборов в этом году. В то же время на заседании будет рассмотрено 15 вопросов. В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках евразийских интеграционных структур, а также в целом на международной арене. Кроме того, будет обсуждаться процесс совместной разработки цифровых технологий. Хотел бы напомнить, что решением Высшего Евразийского экономического совета в 2014 году было принято решение о переводе в формат единого рынка 43 секторов услуг. И до 2022 года мы должны в формат единого рынка перевести еще 18 секторов услуг. Сегодня мы выносим на рассмотрение 9 секторов услуг из этих 18. Далее о новостях региона. Казахстан поставил цель войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. Ступенями на этой пути стали амбициозные программы. Это план нации 100 конкретных шагов, рухани-жангру и ежегодные послания Ельбаса народу Казахстана. Президент Казахстана в своем послании народу подчеркнул, что индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Ельбаса также говорит о дальнейшем развитии энергетического потенциала и возможности стимулировать развитие агропромышленного сектора умными технологиями. Инициативы лидера нации поддерживает поколение Аксакалов. Во все времена старшее поколение ветераны являются патриотами, проводниками президентских инициатив. Они стараются внести свой вклад в их реализацию. Исторический, да и богатый жизненный опыт поколения отцов говорит о том, как важно шагать в ногу со временем, проводить реформы, модернизироваться. И в самые непростые времена ветераны поддерживали начинание лидера нации. В седьмой, самой большой главе послания президента детально и последовательно расписан путь развития человеческого капитала. И это объективно, поскольку инновации создаются не технологиями, а человеком. У нас есть Абай, да, это замечательно. У нас есть Курман-Газы, замечательно. Но у нас есть нынешняя молодежь, которые, кстати, 100 новых лиц Казахстана прошли. Удивительные ребята, которых сейчас признает Италия, им дает самые высокие награды. Признает вся Европа, поражаются, насколько молодые люди и в искусстве, и в науке. Это возможность показать себя миру достойно. Важный момент послания – модернизация системы здравоохранения и выполнение социальных обязательств. Ответственность за план реконструкции страны, по словам экспертов, достойна быть примером для подражания на международной арене. Атиль Турар, Василий Вережников, Руслан Жаксыбаев, Кукшиах, Парад. В январе текущего года в рамках реализации программы «Руха Нижангру» в областном государственном архиве был открыт клуб «Юные исследователи». Участники клуба – это победители различных олимпиад и активисты – работают здесь над исследовательскими проектами, изучая архивные документы. Сотрудники архива говорят, что изучая историю региона посредством многочисленных архивных документов, школьники откроют для себя много нового и интересного, а научные проекты в этом направлении благоприятно влияют на общую успеваемость в школе. Уникальность этой инициативы в том, что школьники пробуют себя в серьёзной работе. Это ещё не сложные научные проекты, но они дают навыки. Так можно приобрести много полезных знаний. Сами же участники клуба отмечают, что исторические справки дают возможность познать ценную информацию. Всю работу в рамках проекта можно выполнить здесь, в читальных залах. Выражаю благодарность сотрудникам архива. Считаю, что всем участникам клуба очень интересна история региона. И ещё в рамках программы «Рухани Женкру» более ста участников нашей школы побывали в таких священных городах Казахстана, как Атрар, Туркестан, Сауран. Итоги научных проектов юные активисты представляют на конференциях, организованных Госархивом. По словам специалистов, такая работа позволит воспитать настоящих патриотов. Одна из современных задач – это формирование высокоинтеллектуальной и конкурентоспособной нации. Третья инициатива Ельбаса направлена на повышение доступности и качества высшего образования. В этой связи на будущий учебный год дополнительно будут выделены 20 тысяч грантов. Также найдёт своё разрешение и проблема обеспечения студентов местами в общежитиях. Создание благоприятных условий для проживания студентов – немаловажный момент формирования системы образования по мировым стандартам. Речь идёт об общежитиях. Об этом как раз-таки одна из инициатив Ельбаса. Что касаемо инициативы президента Республики Асану Александровича Назарбаева, это 5 инициатив. Первая из них – это получение доступного жилья для служащих. То есть это программа 7-20-25, которая включает в себя такие аспекты, как 7% годовых, 20% первоначального взноса и растяжение оплаты на 25 лет. Дальше – это выделение дополнительно ещё 20 тысяч грантов для обучающихся. Я считаю, что эта инициатива нашего президента очень правильная, очень это вовремя. Все пять инициатив главы государства объединяет одна общая цель – повысить благополучие граждан страны. Я считаю, что инициативы Ельбасы занимают особое место в современном обществе. Люди должны стремиться к новшествам. Главная цель – дальнейшее развитие новых возможностей Казахстана. Очень актуальны вопросы образования, в том числе охват студентов общежитиями. В мире и согласии в стране проживает более 130 представителей различных этносов. По словам Ельбасы, вместе мы обязательно сформируем прагматичную казахстанскую модель социального государства и национального благополучия. В этом году в Акмолинской области 4986 учеников заканчивают среднюю школу. Среди них 264 выпускника претендуют на получение нагрудного знака «Алтенбельга», а 126 учеников на аттестат с отличием. На сегодня Акмолинские ученики готовятся к итоговой аттестации для того, чтобы получить документ об окончании школы. Напомним, что выпускные экзамены начнутся с 29 мая. Об этом сообщили на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. И кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации летних досуговых мероприятий и улучшения работы региональной службы коммуникаций. В рамках совещания на заслуженный отдых проводили советника Акима области Шинарбека Батырханова. За многолетнюю работу на государственной службе и вклад в развитие региона Акима области Малек Мурзалин вручил Шинарбеку Буркитбаевичу благодарственное письмо. Первый вопрос на повестке дня – выпускной экзамен в средних школах. Известно, что в этом году существенных изменений в тестировании нет. В прошлом году учащиеся прошли итоговую аттестацию для получения свидетельства об окончании школы. Издавали единое национальное тестирование для поступления в вузы страны. В этом году все будет так же. Итоговую аттестацию учащихся 11 класса будет проводиться по пяти предметам. Из них четыре обязательных – это родной язык, второй – это алгебное начало анализа истории Кадахстана. И один предмет мы выбрали с учетом профиля обучения школы. Экзамен будет проходить на базе школы с 29 мая по 9 июня. Проверка всех работ будет проводиться в школьной экзаменационной комиссии, в результате которой является директор школы. Для поступления в высшие учебные заведения выпускники будут сдавать единое национальное тестирование с 20 июня по 1 июля. В этом году в нем примут участие 3649 акмолинских выпускников. Тестирование будет проходить на базе 11 пунктов. В то же время на совещании рассмотрен вопрос организации досуга и занятости детей в период каникул. Оздоровлением в текущий летний период планируется охватить более 110 тысяч учеников. В этой связи Акимобласти поручил ответственным органам ряд задач. Управление образования Акимоб районов совместно с ДВД и ДЧС области продолжит работу по организации летнего отдыха и оздоровления, организации досуга, занятости детей и подростков в соответствии с дорожной картой организации летнего отдыха и занятости детей на 16-19 годы. Продолжит работу по профилактике безопасного поведения на воде и усилить контроль по противопожарным мерам в местах детского отдыха. Подготовит до 1 июня текущего года объект летнего отдыха к приему детей в летний сезон. Работа региональной службы коммуникации также включена в повестку дня. В прошлом году проведена 101 пресс-конференция. Организовано 29 пресс-туров. Два из них прошли с участием главы государства и премьер-министра Бахаджана Сагентаева. Увелирующим заместителем Акимобласти Аня Мусравимова утверден график мероприятий РСК на 2018 год, в рамках которого предусмотрена реализация 83-х плановых мероприятий и организации 16 пресс-туров. Все мероприятия полностью коррелируют с основными задачами положения послания президента, плана нации, что конкретных шагов, программы Рухани Жанру и других государственных программ. Руководитель региональной службы коммуникации также затронул проблемные вопросы. По его словам, в ряде управлений и в районах нет пресс-секретарей. Также не имеется медиапланов. По итогам встречи Акимобласти поручил данные вопросы принять во внимание. Для оздоровления и очистки водоемов Акимобласти в течение последних двух лет выделяются значительные денежные средства. С прошлого года начата работа по зарыблению Кокшатауского озера Копа. Эта практика будет продолжена. Порядка 90 тысяч белых амуров и толстолобиков выпустили в водоем. В мероприятии по зарыблению принял участие Акимобласти Малик Мурзалит. Санитарное состояние озера Копа – вопрос номер один для специалистов. А потому в прошлом году приняты меры по очистке озера. Среди них зарыбление водоема. В прошлом году выпущено около 10 тонн белого амура и толстолобиков. Как объясняют специалисты, рыбы эти травоядные, питаются водорослями планктоном. Они оздоровят озеро, увеличат содержание кислорода. Копа сегодня чуть-чуть загрязнена. Всю зиму мы мерили кислород. Кислорода недостаточно зимой. Поэтому ученые обратились к нам с просьбой помочь в экологической обстановке этого озера. Мы приняли такие меры, как биомеративные. Кроме этого, мы хотим по просьбе депутатов городского маслехата, наверное, мы запретим полностью лов рыбы на два года на копе и постараемся улучшить среду. На этот раз рыбы, которые были выпущены в озеро, выращены зерендинским рыбохозяйственным предприятием. Сегодня проходит зарыбление рыбопосадочным материалом. Озеро Копа, белый амур и толстолобик. Белый амур 5 тонн, толстолобик 5 тонн. Средняя навеска более 120 грамм. Это проводится мероприятие второй раз. В прошлом году мы зарыбляли, в этом году выделяются средства с Акимата области. Будем систематизировать в течение 3-4 лет. По мнению специалистов, рыба не только хорошо приживается в озерах, но и очищает воду от водорослей. Результат будет виден в течение ближайших 2-3 лет. Сняй Дрисова, Нургуль Нурбай, Казы, Боржан Смогулов, Рустам Жаксыбая, Кухще, Акпарат. Туризм как внутренний, так и въездной. Активно развивается на территории Акмолинской области. В этой связи в минувшие выходные на территории мораловодческого хозяйства Бурабайского района был открыт первый этноул со всеми атрибутами казахской культуры. Это первый этноул на территории Чуческовской курортной зоны. Его открытие – важный шаг в развитии Бурабайского района. Именно здесь туристы смогут ознакомиться с особенностями национальной культуры и быта казахского народа, пожить в настоящих казахских юртах и попробовать блюда национальной кухни. Открытие первого постоянного этноула, который будет принимать гостей до самой зимы, результат совместной работы ТОО «Бурабайдому» и Акимата Акмолинской области. Здесь все желающие могут посетить казахские юрты, в одной из которых развернулся ресторан национальной кухни, послушать национальную музыку, покататься на лошадях, поучаствовать в сафари на квадроциклах и проникнуться истинным духом великой степи. Открытием этноула мы хотели бы показать быть и культуру нашего казахского народа, национальную кухню, традиции и обочие. Одновременно открывая этноул, мы подготовили этноплощадку для привлечения туристов не только из Казахстана, но и из-за рубежа. То есть это определенный вклад в развитие въездного туризма. Приглашаем всех туристов посетить наш этноул на мораловодческом хозяйстве, курорта «Бурабай», получить положительные эмоции и ознакомиться с культурой казахского народа. Не осталось в стороне и спортивная составляющая казахской культуры. У гостей от наула есть возможность пострелять из лука, посетить соревнования по казахшей акурес, а также посмотреть на состязания по байге. В конных состязаниях в день открытия приняли участие 11 всадников на лошадях английской и казахской пород. Байга – казахский национальный вид спорта, где всадники соревнуются в скорости и умении управлять лошадью. Задача – прийти к финишу первым. Соревнования пройдут именно на этой поляне. Подо мной одна из тех лошадей, которые сегодня примут участие в забеге. Всадники для того, чтобы принять участие в байге, приехали и привезли своих скакунов со всего региона. Многие из них являются призерами и победителями различных соревнований. В связи с открытым от наула Бурабай-даму организовала скачки с дистанции на 7 километров, где участвовать будут чистокровные лошади. На 5 километров второй забег – это простые лошади казахской породы. Я привез одного коня казахской породы и попытаюсь себя в скачке. К данному этноаулу проведены все необходимые коммуникации. Туристы со всего мира смогут пожить в казахской юрке, попробовать национальные блюда и окунуться в многовековую культуру. В настоящее время ТО Бурабай-даму совместно с Акиматом Акулинской области разрабатывают проект зимнего варианта этноаула. Юрий Абридиенко, Василий Вережников, Амиржан Купей, Кукщеп, Парад. С 10 по 12 мая на площадке Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурьен» Республиканский штаб Жасл Ель по заказу Министерства по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан дал старт 14-му трудовому сезону. Для гостей «Балдаурьена» вожатые лагеря подготовили концертную программу. Еще быстрее, друзья! Три дня насыщенной программы, мастер-классы, тимбилдинг, встреча у костра, семинары, интеллектуальные игры, посадка деревьев. 14-й трудовой сезон молодежные трудовые отряды «Жасл Ель» открыли ярко и продуктивно. Программа была 100% насыщена. Программа для бойцов была как квест-вариант, так и мастер-классы, то есть как бойцам настроиться на работу, какие моменты, допустим, не допускать в работе, как налаживать взаимоотношения в коллективе и так далее, как проявить лидерские качества. Для руководителей же областных штабов для нас также были организованы мастер-классы, тренинги. На примере, допустим, той же Америки, допустим, у нас тренер, он показал модель, как правильно управлять своей командой и при этом также извлекать положительный эффект, то есть минимум негатива, максимум позитива. Представители департамента молодежной политики отметили, что уже второй год целевой трансфер по финансированию организации Жасыл-Ель был передан с баланса министерства на баланс акиматов. Мы планируем в этом году трудоустроить около 18 тысяч молодых людей на летнее время в рамках проекта Жасыл-Ель по всей республике. От министерства местным исполнительным органам каждого региона в общем выделено порядка 900 миллионов тенге. Все это делается для организации работы трудовых отрядов на должном уровне, для выплаты заработной платы бойцам Жасыл-Ель. Хочется отметить два масштабных проекта – это «Жасыл-Ель в лицах» и «Жасыл-Ель апгрейд». И еще в планах международные проекты с Российской Федерацией. Директор департамента молодежной политики отметил, что на сегодняшний день работа бойцов в Жасыл-Ель не ограничивается только высадкой деревьев. Всего у молодежных трудовых отрядов 14 направлений – строительные, экологические, археологические, а еще горные подразделения и дайверы, которые чистят дно пресных озер. Один из таких, скажем, больших проектов в прошлом году, как раз один из проектов, прошедший в Павлодарской области, непосредственно областной филиал его придумал, сформировал, проработал, реализовал. Вот это был как раз подводный отряд, где они создали отряд из бойцов, если не ошибаюсь, 7 человек, которые надели спецодежду для подводного плавания и собрали с дна одного из озер в Павлодаре весь мусор. То есть такого, по сути, как схожего проекта в нашей стране еще не было. И, соответственно, в прошлом году на республиканском закрытии данный проект выиграл в номинации «Лучший проект». Сегодняшние бойцы Жасыл-Ель – это парни и девушки, которые работают над восстановлением памятников архитектуры, создают археологические отряды. Руководством республиканского штаба Жасыл-Ель составлен список, согласно которому будет вводиться сетевой график по реабилитационным работам социально значимых объектов в селах. Жамал Габдулина, Даниэр Жумагулов, Санжар Кулатай, Кокще, Ахпарат. И мы продолжаем выпуск. В первой половине текущего года в лесных районах региона зарегистрировано 10 пожаров. Пострадала большая площадь лесных массивов, нанесен значительный убыток. Лесничие приступили к работам по усилению противопожарной безопасности и озеленению территории. В этом году планируется высадить деревья на площади около 1000 гектар. Период с ранней весны до поздней осени считается наиболее опасным, так как возрастает риск возникновения лесных пожаров. Главная цель профилактических мероприятий – привлечь внимание общественности к проблемам охраняемых природных территорий. В этом году в озеленении примут участие 13 студенческих экологических групп из учебных заведений области. На сегодняшний день они занимаются посадкой березовых, дубовых и можжевеловых деревьев. С республиканским молодежным трудовым отрядом Жасловин коммунальное государственное учреждение «Букпа» работает с 2005 года, осаняя их образование. Это порядка 13 лет. Со студентами у нас заключаются трудовые договора, мы формируем здесь. Привлекается безработная молодежь и студенты. Вот в этом году у нас, например, работает, мы привлекли многоположный колледж при КГУ Шуканово-Леханово. Начались работы с апреля месяца, и они будут продолжаться. Трудовой договор заключается на 30 календарных дней. Территория государственного лесного хозяйства «Букпа» располагает 22 665 гектарами земли. Из них 17 292 гектара лесные массивы. Около 100 лесничьих региона проводят информационную работу, держат на контроле безопасность лесов. Весенний период в этой кампании не только по пожарной безопасности, по лесоразведению. Значит, поставлен вопрос по посадке леса, по увеличению лесистости. Это лесокультурный фонд сейчас у нас большой. И его, значит, проводится посадкой в каждом госучреждении области. И есть, значит, направление президента по озеленению областных, значит, городов, по которым сегодня вот лесной охраной и привлечением студенческих отрядов, вузов и колледжей, значит, задействованы студенты, горожане по посадке леса. У лесного хозяйства имеются четыре смотровые башни, контролирующие опасные районы. Для полной профилактической защиты предоставлена необходимая техника. Мероприятия по предупреждению лесных пожаров систематически проводятся в соответствии с графиком. Зарина Дичикеева, Ербулат Сарикпай, Василий Вережников, Кокщиаппарат. В целях повышения статуса государственной службы и выявления лучших сотрудников в стране ежегодно проводится конкурс «Лучшие государственные служащие». Конкурс «Лучшие государственные служащие» состоит из двух этапов. На первом, региональном, кандидаты будут оцениваться по двум критериям – тестирование и интерактивные беседы. Далее они будут допущены ко второму республиканскому этапу. Участники представят свои авторские проекты с предложениями по повышению эффективности деятельности государственных органов. Данный конкурс организован не только для опытных сотрудников, но и для молодых государственных служащих. В прошлом году победителем областного конкурса стал Адильбек Даулитбек, стаж на госслужбе которого два года. За это время главного специалиста повысили до начальника отдела. «Для меня лично конкурс «Лучшие государственные служащие» помог раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал не только в работе, но и в общественной жизни. Раскрыл такие качества, как умение ставить перед собой цель, а главное, наверное, правильно расставлять приоритеты. Молодое поколение все больше отдает предпочтение работе в государственной службе, так как на государственной службе созданы все условия для того, чтобы реализовать свои идеи, возможности, а также повышение карьерного роста». 32 года прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В память жертв катастрофы школьники города Кокшатау приняли участие в специальном конкурсе. В мероприятии, организованном отделом образования города Кокшатау и общественным объединением «Союз ветеранов Чернобыля» соревновались 12 команд из школ областного центра. Люди, принимавшие участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы, продемонстрировали пример героизма и самопожертвования. Подобные мероприятия необходимо проводить чаще, считают участники встречи. По словам организаторов, основная цель конкурса – воспитание патриотизма у подрастающего поколения. «В ликвидации аварии приняли участие более 2000 человек из Кокшатау. На сегодня их осталось всего 114. В области проживают 520 чернобыльцев. Многих уже с нами нет. Наша цель – рассказать о том, что было, о последствиях Чернобыля, чтобы в будущем не было таких катастроф». В соревнованиях в память жертв Чернобыльской катастрофы приняли участие школьники 10-х и 11-х классов. В ходе состязаний в военной форме ученики выполняли различные задания. К примеру, надеть огнетушитель, разобрать и собрать автомат. Правильно надеть военное обмундирование. «Я принимаю участие в соревнованиях, посвящённых памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря таким конкурсам у каждого человека появляется чувство патриотизма. Надеюсь, мы займём призовое место». В ходе соревнований были определены сильнейшие. Первое место заняли ученики профильной школы гимназии номер 3 имени Малика Габдулина. Второе и третье места достались учащимся гимназии номер 5 Тандау и средней школы номер 14. Все победители были награждены дипломами и призами. Иван Дубейко, Диана Калакова, Айгуль Бекетка, З.В. Рижников, Хомас Адвокасов, Кокшиак, Парад. И в завершении выпуска о новостях спорта. В Алматы прошли международные соревнования по Атэйквондо. В них приняли участие 14 спортсменов нашего региона. В возрасте от 6 до 16 лет акмолинцы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Состязания были посвящены 6-кратному чемпиону мира, тренеру международного класса по Атэйквондо Мустафею Астюрку. На турнир приехали 750 спортсменов из разных регионов Казахстана и ближнего зарубежья. Наши спортсмены завоевали 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Эти соревнования проходят ежегодно. Ребята показали хорошие результаты и в технической, и в физической подготовке. В этом году обладателями золотых медалей стали Камила Каиргильды, выступавшая в весе до 44 килограмм, и Деникер Кинджибай в возрастной категории 8-9 лет. Тренировки проходили регулярно. Тренер нас готовил каждый день. Очень хорошо, каждый день что-то новое. Затем мы поехали, и там я достигла своей цели. В различных номинациях награды получили все участники соревнований. Так как мулинский тейквондист Бигзат Смогулов удостоился очередной награды за волю к победе. Вернувшись домой, спортсмены начали готовиться к предстоящим соревнованиям – чемпионату Казахстана, который пройдет в первых числах июня в Туркестане. Юрий Абердиенко, Максат Муратов, Василий Вережников, Алмаз Адуакасов, Кокщик, Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова